Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Съемки Дома-2 под угрозой самого настоящего срыва. Омикронят около половины всего состава. Кристина была шокирована зрелищем, которое открылось ей в женской спальне. Девочкам настолько плохо, что даже не могут встать с постели. Болеют Ермакова, Горина, Опенченко, Балыкин, даже беременная Таня Репина. Лёша Безус старается, кормит беременную подругу. Вот расщедрился, принёс с общей кухни фрукты. А потом приболела и сама Кристина. Жалуется на горло и высокую температуру. Но несмотря на эпидемию, ребята всё-таки готовятся к конкурсу «Сейшельские каникулы». Он стартует совсем скоро, 7 февраля. Но вестись «Сейшельские каникулы» возможно будет Маша Кахно. Она активно на это намекает. Щепелявая, с небогатым лексиконом. Завистливая, непорядочная. По всем параметрам подходит в ведущие Дома-2, пишут в комментах. Из бывших участников тоже жалуются на Омикрон. Марго Овсянникова, которая подхватила вирус в Мексике. «Я очень испугалась за ребёнка. Заболеть на восьмом месяце очень страшно». Недомогание не помешало девушке устроить эффектный день рождения своей собачки. Бусе исполнилось два года. Селена Майер тоже болеет вместе с ребёнком. Полянские участники предупреждают. Не стоит принимать участие в конкурсах, которые проводит Надя Ермакова у себя на странице в Инстаграм. Её аккаунт взломан, им управляют мошенники. На этой неделе из-за эпидемии не будет и мужского прихода. Но организаторы Дома-2 нашли выход. Полянских одиночек отправили в город, чтобы они сами нашли себе парней. Лекса недовольна. Говорит, я пришла на Дом-2, чтобы мне нашли мужчину, а не чтобы я искала его сама. Здесь, говорит, постоянно нас втягивают в какие-то авантюры. Этот эксперимент оказался очень сложным. В общем, ребята, если кому-то нравится Элина, Адриана, Лекса, вас ждут с распростёртыми объятиями. Иосиф Аганесян и Саша Черно всё-таки отправились в отпуск. Сына взяли, а родителей нет. Поездка чуть было не сорвалась. У Иосиф скачал на голове огромный фурункул. Благодаря богатырской силе жены, эту проблему удалось решить. Черно будет блистать на отдыхе. Её вес уменьшается стремительно, буквально на глазах. И составляет на данный момент 132 килограмма. Сегодня 25-го. Улетают в отпуск и Ромашов с Бигриной. Они получили разрешение от ведущих Дома-2 в самый последний момент. Ребята летят в Мексику. Там они отметят 4 месяца совместной жизни. Стало известно для кого Дима Васильев покупал тесты на беременность. Своим здоровьем была беспокойная Элина Затолочная. Под Новый год у неё было небольшое приключение с бывшим парнем, после небольшая задержка. Но, как оказалось, она не беременна. Сценаристы издеваются над Артуром Николайчуком. Ему прописан постельный покой, а вместо этого к нему привели активную Юлю Кальянову. Девушка хочет разрушить брак Артура и Кати. И, несмотря на сотрясение, на скобы в голове, Артуру пришлось бегать от неё по поляне, хихикать, флиртовать. А после предстоит ещё выяснять отношения с ревнивой женой. Зато Катя, может быть, поймёт, каково Артуру было наблюдать за её общением с Васильевым. Во вчерашнем эфире Ольга Орлова пристыдила Алексея Адеева. Провокатор говорит, драчун-задира. Какой пример показываешь молодёжи? Ну, а зрители вот пишут, что Алексей человек, видимо, неплохой. Вот видно, как во время съёмок на его руках уснула уставшая Степанья Менщикова. Есть в Адееве что-то хорошее, пишут. Ребёнок не на каждых руках уснёт. И Безус тоже замечательный. Настя Рейнашвили гордится любимым. Его последний ролик в ТикТок набрал 2 миллиона просмотров. А также в воскресенье он выступил на одной сцене вместе с уральскими пельменями. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко так в сети не появились. Их последний выход в Инстаграм состоялся 13 января. Иногда в сети появляются скриншоты личной переписки Оли. Возможно, эта информация и фейковая. Но вот она пишет о своём желании распродать всё своё имущество в России и избежать от хейтеров за границу. Мы должны пропасть. Вижу только такой выход. Всё, продавать и сваливать из России. Я хочу спокойной жизни, а не вот это всё. Но это действительно единственно возможный выход. Слишком долго она публично позорилась, не думая о своём будущем и о будущем детей. Как стало понятно из вчерашнего эфира, Адееву уже угрожает расправой Артём Грант. Ему не понравились слова Алексея, когда он рассказал своим подписчикам о том, что щупал бюст Кристины до переделки. Позже Адеев попросил прощения и в качестве извинения предложил купить Кристине хороший бандаж. Давно пора одею табло начистить и осадить, пишут в комментах. А маникюр и макияж себе Грант не попортит. Никита Балыкин разочаровал Алену Опенченко. Он не дорожит отношениями, да и вообще её, похоже, не любит. Ему так просто взять и расстаться, в то время как я волосы на себе рву, если накосячила. Из-за эпидемии на поляне Яне Захаровой удалось победить в конкурсе малинок. Соперников у неё было мало. Нужно было пройти полосу препятствий, чтоб не погас факел. Яна с этим отлично справилась. 50 тысяч малинок. Серьёзный выигрыш. Родоначальник Дома-2 Валерий Комиссаров презентует новое шоу. На специальной территории он устроил кошачьи и собачьи дома, откуда и будут вестись трансляции. На ютубе он создал сразу два канала, первый кошачий и первый собачий. Герой моих шоу говорит, не будут ругаться, есть друг друга ради рейтингов, не будут жить ради хайпа. Ира Пингвинова расстроила своих подписчиков. Мы с Димой, пишет, разошлись, но жизнь продолжается. Не хочу особо говорить об этом и заострять на этом внимание. Дима подтверждает эту инфу. Он очень расстроен и во второй день мучает бессонница. Как справиться с ситуацией он не знает. О том, что произошло, ребята расскажут нам позже. Илья Григоренко появился в шоу на самом деле. Он стал настоящим бомжом, спит в подвалах, просит милостыню в переходах, стоит на автотрассе, в пробках протирает водителям фары и стекла в надежде на скромное вознаграждение. Как оказалось, он несколько раз пытался устроиться на нормальную работу. Был кассиром, барменом, делал бургеры, мыл посуду, но пил на рабочем месте и много конфликтовал. И вот на шоу нашлась добрая душа. Бизнесмен предложил Илье работу. Место с проживанием. Работа тяжелая, разделка рыбы, но можно сработать до 100 тысяч рублей. У бизнесмена одно условие, на рабочем месте не пить. На этом все, подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры создавал DimaTorzok